Привет еще раз. Смотрите, сегодня будем с вами говорить про асинхронное программирование, что бы это ни значило. Я пока не буду вдаваться в подробности, что это вообще, зачем, почему. Мы поступим по-другому. Я сейчас возьму пример, ну, как мы, в принципе, обычно и делаем. Вот, начнем с ним нечто делать, задаваться всякими вопросами, решать их разным образом, и я постепенно, в общем, раскрою топик и объясню, что вообще происходит, потому что, к сожалению, нам в одной лекции нужно фактически разобраться и в самой концепции, и в том, как это в питоне реализовано, потому что, скорее всего, с концепцией вы не знакомы. Ну, а если вдруг да, то, ну, прекрасно, вам это поможет. Вот, смотрите, начнем мы совершенно издалека с особо не относящегося к делу топика. Мы сейчас будем из бетона порождать другие процессы, ну, вообще какие угодно. Если вы хорошо знакомы с тем, как устроена операционная система, вот Linux в частности, вы должны понимать, что новый процесс порождается, ну, скажем так, теоретически путем клонирования текущего. То есть все процессы, на самом деле, они просто клонируют себя, форкаются, это называется, да, и потом, если надо, в одной из веток запускают другой процесс, там, подменяя, соответственно, себя другим. Вот, на деле это уже давно, конечно, не так, потому что это, ну, может быть, достаточно накладной операцией, вот, но интерфейс все еще такой. Естественно, никаким форком напрямую нам пользоваться не надо. Питон, как обычно, предоставляет нам более высокоуровневую абстракцию, и все вот это вот добро для порождения процессов сосредоточено в модуле subprocess. Вот, им-то мы и воспользуемся. Самый высокоуровневый API, самый высокоуровневый интерфейс, который там есть, это просто метод run. Вы говорите subprocess run и указываете, что хотите запустить. Стандартная для Linux совершенно история. Вы говорите, какой бинарь, и его аргументы. Я запускаю, вот в данном случае я из питона запускаю другой питон с двумя аргументами, минус c и, собственно, вот какой-то кусок на питоне. Минус c понимает, что такое, да? Это исполнить строку, которую вы дальше передали. Вот, ну, соответственно, давайте какой-нибудь файлик пишем, которого у меня там, наверное, нету, не знаю, 1, 2, 2, 0. Если я сейчас это исполню, по идее у меня должен вот такой файл на диске появиться. Ну, он там есть, да, действительно. Вот, то есть наш open на записи close сработал, он создал файлик. То есть это, ну, это вполне себе работает. Единственное, ну, то есть если вам, перед вами стоит задача просто запустить что-то там, чтобы оно работало и как бы вас не беспокоило, то это ваш вариант. Но, как правило, когда вы запускаете другой процесс, вам еще интересно с ним коммуницировать. Ну, не знаю, насколько тут, как правило, ну, в общем, такое бывает. У того процесса, как и у вашего, есть там стандартный ввод, стандартный вывод, и, в общем, он может там что-то делать, и хорошо бы понимать, что с ним происходит. Ну, стандартная история, вы запускаете какой-нибудь там бинарь, написанный вашим коллегой там или другим отделом, у того бинаря есть некий выхлоп в стадоут или в стадоэрер, просто банально логи, вы эти логи хотите собирать и писать, например, в свой лог, чтобы пользователь вашей программы, ну, мог понимать, что там происходит. Иначе, если тот бинарь полчаса работает, это будет просто получасовая тишина. Вы в свой лог напишите, запуская там то-то, то-то, и ничего не происходит. Это довольно-таки странно. Вот, урана с этим проблем нет. Он поддерживает два аргумента стдаута и стдр, с помощью которых можно сказать, что вы хотите делать, соответственно, со стандартным потоком вывода того бинаря, который вы запускаете, и со стандартным потоком ошибок того, что вы запускаете. Вот есть специальные макросы сапроцесс пайп, которые говорят «хочу себе их в пайп». То есть между вами и тем процессом будет создан канал, через который данные будут литься. Как их получить? Ну, в общем, после того, как со-процесс ранд работает, в объекте, который он вернул в P, давайте, кстати, посмотрим, что это. Ну, это какой-то вот комплитный процесс, да? В нем будут доступны два атрибута, стдаут и стдаут, и в них будет аккумулирован весь стандартный вывод и весь стандартный поток ошибок. Собственно, out и error, как несложно догадаться. А, да, я совершенно пропустил момент. Здесь мы запускаем уже не Python, а Perl. Мне так просто будет проще говорить. Я буду называть наш процесс Python, тот Perl. И в нем мы говорим say и warn. Как легко догадаться, say — это сказать что-то в стандартный поток в стдаут, а warn — это сказать что-то в стдаут. Ну, собственно, очень похоже на то, как это и ожидается. Вот, причем say добавляет сам перевод строки, поэтому его тут добавлять не надо. Ну, вот, соответственно, этот Perl говорит out и error, и они приезжают к нам в этих атрибутах в нашу программу, то есть вот в оригинальный питонячий процесс. Если все, что мы хотим, это просто получить весь поток ошибок и весь стдаут, то так можно делать, но вот в том примере, который я приводил выше, когда мы хотим постепенно в логе писать, это не сработает, потому что в этих атрибутах будет конечный результат, когда процесс завершится. Если мы хотим потихонечку его собирать, то нам придется воспользоваться из сопроцесса, вот из этого, более низкоуровневым интерфейсом. Запускать не run, а непосредственно взять вот там специально такой класс, называется popen, взять его и с помощью него создать процесс и немножко там ручки покрутить. Если говорить о том, что делает run, run за нас создает вот так вот этот процесс с помощью popen и потом говорит ему communicate. Вот, так давайте, сейчас секундочку, у меня тут немножко спойлеров, я их уберу сейчас. Ага, значит, он создает за нас этот процесс и говорит ему communicate. communicate — это вот ровно то, что делалось вот здесь. Это запусти процесс, читай stdout, читай stdr, все это собери и отдай нам. Но, как мы говорили выше, communicate нас не устраивает, да, мы хотим поточно читать, мы хотим не ждать конца, мы хотим по мере того, как там что-то пишется, собирать stdout и stdr. Вот, это вполне себе реально. Можно вместо communicate брать из процесса еще даже не закончившегося атрибута, stdout и делать ему обычный readline. То есть это обычный файлхендлеры. Вот, и вот у меня есть такой цикл, в котором написано, возьмем out, прочтем строчку, возьмем error, прочтем строчку. Если что-то есть в out и выведем, если что-то есть в error и выведем. Если и в out и в error ничего нет, значит все, значит как бы все кончилось. Ну, давайте запустим. Ну, это работает, видите. Ну, понятно, да, он, скорее всего, уже на первой итерации прочел и out error вывел их, а на второй итерации ничего не прочел и закончился. Соответственно, чтобы там этот процесс, вот этот вот, вот этот вот, простите, то есть первый не писал, мы это как-то вот разгребем и все выведем, да? Да? Да, да. Ну, на самом деле нет. Вот, в этом весь подвох. Что вот этот вот код, он, к сожалению, плохо работает. Он не делает то, чего мы от него хотим. В чем проблема? Вот кто-нибудь может придумать, что здесь может пойти не так? Почему читать просто строчку out, строчку error, это недостаточно? Почему это плохая идея? Сначала он будет процесс, а потом он будет цифровать. Нет, нет, он, процесс запускается, и они работают оба одновременно. И Perl, и Python. И между ними, значит, вот здесь канал, и данные постепенно вычитываются. Как сказать, первый бы ничего не выведет, как выводит? Ну, тогда, если ничего там нет, то есть, если процесс завершился, и больше ничего нет, не будет, то... Если он не завершился, но ничего не будет. Ну, тогда мы будем просто ждать, пока он завершится, что тоже логично. Не, ну, смотри, вот, значит, как это работает? Давайте подробно об этом поговорим, потому что тут нужно как бы понимать детали. Значит, когда вы говорите что-то, откуда-то читать, неважно, из файла, из пайпа, из сокета, и на той стороне кто-то есть, но ничего не пишет, вы блокируетесь. Вы просто ждете. Это абсолютно стандартная ситуация, да, потому что вы говорите операционной системе. Я хочу вот из этого пайпа получить, там, байты. Ну, если говорить про низкоуровневые IP, вы обычно говорите сколько, но операционная система может вернуть вам меньше. Но вы говорите, я хочу хоть сколько-нибудь оттуда получить. И в этот момент ваш процесс фризится операционной системой до тех пор, пока вы не сможете прочитать. Она ваш процесс заморозит, и когда чтение будет доступно, она вас разбудит и поместит эти данные, значит, вам в ту память, в которую вы просили. И так работает чтение. Так, собственно, работает и запись тоже. Когда вы говорите, я хочу куда-то писать, то операционная система, если не может туда записать, например, там нет места, буфер переполнен или что-то такое, она вас замораживает. Значит, как работает пайпа? Есть, значит, вот наш питон, есть тот перл. Пайп это, ну, какой-то там, значит, условно именованный канал или не именованный, неважно. И у него есть буфер. Когда перл что-то пишет, данные помещаются в буфер, чтобы перл не блокировался, чтобы он не ждал. Эти данные в буфер накапливаются, накапливаются. Когда питон приходит и говорит «читай», эти данные оттуда выгребаются, вымываются потихонечку. Что будет, если питон скажет «рид», а в буфере ничего нет? Питон заморозится и будет ждать. А вот что будет, если перл скажет «райт», а буфер полон? Что тогда произойдет? Вы вроде бы не могли бы читать. М? У тебя не могли бы читать. Нет. Он тоже заморозится, да. То есть это логично. Ну, то есть вы говорите операционной системе «я изволю хотеть писать». Она, если получилось, быстренько запишется, и вы будете работать дальше. Не получилось, ну, извини, ты как бы будешь все эти ждать. Все операции ввода-вывода, они потенциально блокирующие. Ну, собственно, пример попроще — это сокет. Вы понимаете, да, что если… Да, в общем, нет. Тут все то же самое. Если с записью понятно, что вы можете писать в какой-то буфер, то с чтением вообще все кристально и ясно. Если вы читаете то, чего еще не произведено на свет, если другой процесс на этой машине или на другой, неважно, еще не произвел данные, то как бы читать их бесполезно. Вы будете заблокированы до тех пор, пока эти данные не образуются. Ну вот, а соответственно, исходя из всего… Да, ну, соответственно, когда тот процесс завершится, Perl, да, операционная система разбудит Python и скажет, как бы, не получится у тебя прочитать. То есть говоря языком C, read просто вернет минус один. Если ему скажут, как бы, данных нету, это потому, что pipe вообще закрылся. Вот так. Ну, то есть эта штука, она не будет висеть вечно. Она будет висеть либо до тех пор, пока Perl что-то не запишет, либо до тех пор, пока Perl не завершится. Что, в общем, нормально. Но здесь есть другая проблема, вот исходя из всего того, что сказано. Ну, так, конечно, они могут запризиться, а то… Да, из-за того, что тут pipe 2, может получиться так, что они запризятся оба. Это, ну, это легко понять. Если вы в Python ждете, пока запишут в out, а Perl в это время пишет в error, и буфер переполняется, то Perl останавливается, потому что не может больше писать, а Python останавливается, потому что не может больше читать. И они ждут друг друга, как бы, фактически. Вот, ну, это очень легко воспроизвести. Давайте выведем просто миллион строчек error, а потом одну строчку уже в out. Давайте. Раз, два. Вот мы запустили… Да, надо вот это просто запустить. Оп. А, да, пардон. Оп. Ну, все, вот эта звездочка означает, что он запущен, он никогда не остановится. Ну, то есть, это вот абсолютно стандартная ситуация, и это, ну, как бы, ясно, что так и должно работать. Вот, все, я сейчас стопну, все. Ну, вот, да, вот он, я стопнул, он упал с кейборд интераптом, вот на этой строчке, он на ней висел. Вот, и это довольно-таки, это немножко не имеет отношения к нашей теме вообще, ну, короче, это немножко безотносительно всего, о чем я планирую рассказывать. Это просто хороший пример, где нам понадобятся те штуки, про которые я буду говорить. Вот, и вообще, это, ну, это достаточно забавный и занимательный факт сам по себе, что для такой простой задачи, как просто запустить процесс и читать два пайпа, нету на самом деле никакого вот такого решения. Нету вот никакого, никакой ловки, которая бы здесь могла помочь. Это действительно сложно. Вам действительно нужно каким-то образом читать из двух пайпов одновременно, а обычный системный рид позволяет вам читать только из одной. То есть, если вы говорите рид, вы можете только вот один какой-то файлхендер указать. Это, конечно, все решается, мы сейчас вот дальше поговорим как, но это, ну, как именно это делать, это большой вопрос. Ну вот, а теперь, смотрите, я произнес волшебные слова про то, что нам нужно делать это одновременно, да, что мы хотим и, значит, и outr читать параллельно фактически, не один после другого. И тут возникает вообще такой интересный вопрос, что такое в понятиях операционной системы вообще параллельное исполнение. Вот как Perl и Python работают одновременно? Как так получается, что один пишет, другой читает, и это все параллельно происходит? Какие вообще, вот, у вас есть понимание, как это работает? Вот с этим, ну, вообще надо разобраться. Ответ, который лежит на поверхности, который должен был бы там прозвучать, наверное, это, что у меня в машине наверняка много ядер. И, казалось бы, может много процессов исполняться параллельно. Это, наверное, даже правда, но процессов может исполняться больше, чем ядер. Ну, то есть, если вы, там, не знаю, у вас есть компьютер, у вас, не знаю, 10 лет назад был компьютер, он вполне возможно был одноядерным, но вы вполне себе пользовались операционными системами, там, типа той же винды, да, которые вполне себе многозадачны. И вы можете одновременно слушать музыку, там, не знаю, играть и что-нибудь там смотреть в каких-то приложениях. Ну, в общем, это абсолютно не проблема, это уже работает 100 лет, и многозадачные операционные системы даже с одним ядром с этим прекрасно справляются. Как они это делают? Ну, да, в общем, на самом деле, как бы, ответ, честно говоря, лежит на поверхности. Ну, процессы просто исполняются по очереди, просто делают достаточно быстро. Обычные разделения по времени. У операционной системы есть планировщик, который запускает программу, дает ей какой-то там квант времени, ну, там, не будем говорить, сколько это миллисекунд, неважно. Она работает, 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 работает. Если до конца кванта времени она не сама добровольно управление не отпустила, операционная система ее просто прерывает, замораживает, запускает другую, и вот так вот туда-сюда между ними переключается. Соответственно, как процесс может добровольно отпустить исполнение? Ну, например, сделать рид, вот про который я говорил, да, то есть ли процесс говорит рид, он сам уходит, он сам говорит операционной системе, все, как бы я дальше без тебя не справлюсь, делаю что-нибудь. А она дальше, прервавшись на этом риде, может запустить другой процесс, а потом только вернуться к этому, даже если данные были готовы. Ну, в общем, это зависит от реализации этого планировщика. Это абсолютно вне скопа вообще нашего обсуждения. Но вам нужно понимать, что ваш процесс, он работает, ну, вот непоследовательно. У него есть дырки в его запуске. Если вы там напишите какую-то невероятно точную утилиту, которая будет мерить, как идет ее исполнение, она может сама заметить, что она подтормаживает. Собственно, это иногда используют. Вот. Соответственно, чтобы делать что-то одновременно, не обязательно иметь два ядра, да, то есть вы можете вполне и на одном справляться. Ну, и давайте мы еще к этой, эту тему затронем, но сейчас мы вернемся к вопросу, как же нам одновременно читать и из стадоута, и из стадоэрора. Ну, исходя из того, что искал, на самом деле, ну, самый простой способ — это просто запустить фактически два процесса и сказать одному процессу «читайка» из эрора, а другому «читай» из стадоута. Вот. Но мы будем пользоваться не процессами, а трэдами. Трэд — это почти процесс. Сейчас он отличается, ну, в Linux, по-моему, он вообще ничем не отличается, кроме того, что они память шарит. А нам как раз это и надо, да, нам не нужно создавать новый процесс с собственной памятью, нам нужно вот на своей памяти, где у нас есть вот этот вот эстадоут и стадоэр, просто запустить два потока исполнения. Поэтому мы сейчас просто скажем, просто запустим два трэда, 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 и скажем им одному «читай» стадоэр, другому «читай» стадоут, и все у нас будет хорошо. Значит, как это работает? Ну, в принципе, вы там в каком-то виде, я думаю, знакомы с интерфейсом. Значит, я объявляю массивчик трэдов, каждому говорю, ты будешь исполнять функцию «лог», только один будет исполнять вот с такими аргументами, другой вот с такими аргументами. Потом этим всем трэдам я скажу сначала в цикле «старт», а потом всем скажу «джойн». Ну, то есть, типа, дождусь, пока они все исполнятся, да? Что такое «лог»? Это функция, которая принимает файлхендлер, что, собственно, читать, и вот этот префикс, который вот сюда писать. Вот этот, да? Вот. Ну и дальше она делает вот все то же самое, что мы там и делали. Делает readline. Если получилось, то оно прекрасно, если не получилось, то как бы все, до свидания. Тут можно и литер написать, в общем-то. Ну и давайте посмотрим, как это работает. Да, тут у нас сначала запустить. Давайте все-таки вот эту неагрессивную версию. На трэде как запустим. Ну вот все. Вот оно вывелось. Тут нужно понимать, что порядок вот этого вывода, он недетерминирован, потому что мы запускаем два трэда. Трэда. Не важно. И кто из них исполнится первый, и кто второй, решает операционная система. Это нам не подконтрольно. Ну тут ведь достаточно забавно, да, что мы на самом деле старт сказали, скорее всего, вот этому, но как бы так получилось, что вот тот вылезь вперед. Они для нас работают вот поистине параллельно, в том смысле, что мы не контролируем, что там происходит. Ну и более того, если у меня здесь два ядра, они вполне возможно действительно работали прям одновременно. Вот. И в общем, ну это трэды проблемы решают. Но дальше есть несколько проблем. Во-первых, как вы знаете, в питоне не очень с трэдами, потому что сам код питона блокируется во время исполнения хоть в одном трэде, и вы не можете. То есть вот здесь проблем никакой нет, когда вы делаете ридлайн. На самом деле вот этот гилл, его отпускает, здесь все хорошо. Но в принципе с трэдиками есть проблема. Но здесь нас беспокоит не это. Здесь проблема в другом. Что если так получится, что вы пишете программу, где нужно читать не из двух файл-хендлеров, а, например, из сотни тысяч, и то при попытке создать сотни тысяч трэдов вы наткнетесь на то, что все ваше время на вашей машине будет сожрано, собственно, планировщиком, вот этим вот, который между ними переключает. Вернее, даже не самим планировщиком, а процедурой переключения. То есть создавать трэды в линуксе там в количестве десятков или сотен тысяч — это плохая идея. Это не работает. У вас на накладные расходы ресурсов идет больше, чем на полезные операции, которые в этих трэдах происходят. Вот это самая главная проблема. Ну, к сожалению, это так. От этого никуда не деться. Но при этом, ну, как бы, мы же не хотим ничего такого делать, да? То есть мы не хотим ничего тяжелого, но из-за того, что мы пользуемся вот этим механизмом операционной системы, мы очень и очень сильно страдаем. Вот. Поэтому, и теперь мы более-менее подходим к теме вообще сегодняшнего занятия. В питоне, как и во многих, на самом деле, других языках, есть собственная реализация механизма, похожего на трэды, которая позволяет вам запускать несколько функций для работы параллельно. Эти функции называются асинхронными функциями. Вы их... Ну, сейчас мы подробно по коду посмотрим, но история, ну, идея в том, что вы просто объявляете специальные асинхронные функции и говорите питоны, я хочу, чтобы они все работали одновременно. Типа, давай, сделай так, чтобы это произошло. И питон своими средствами, о том, как эти средства... Ну, что это за средства, и как это вообще работает с точки зрения операционной системы, мы ниже поговорим. Но питон, в общем, как-то там для вас прозрачным образом делает так, чтобы все это работало параллельно. Вот. Собственно, начиная с версии питона, если я не ошибаюсь, 3.5, для асинхронных функций есть специальный отдельный синтаксис, они объявляются не с помощью директивы dev, а с помощью async dev. Вот. И в паре с ключевым словом async есть ключевое слово await. await позволяет вызвать другую асинхронную функцию. Вот тут очень важно понимать, что любая асинхронная функция может вызывать любые синхронные без проблем. Ну, как бы, как обычно. Но чтобы вызвать другую асинхронную функцию, нужно обязательно вызывать ее с помощью ключевого слова await. Потому это говорит о том, что вы, собственно, вот, хотите этот механизм асинхронности использовать. В чем отличие... Ну, сейчас мы подробно пройдемся, но очень важно понимать, в чем отличие вот этого механизма от механизма обычных тредов в операционной системе. Тред, как я уже говорил, может быть прерван по времени. То есть операционная система следит за тем, чтобы ни одна программа не могла захватить полностью на себя управление. Если она слишком долго работает, она будет просто вытеснена и заменена другой. В отличие от настоящих тредов, вот эти вот асинхронные функции, они сами следят всегда за тем, чтобы возвращать управление. И фактически управление возвращается в... Ну, пока будем говорить, в питон. Только в тот момент, когда вы говорите чему-то await. Await. Await — это операция... Ну, Await вы в конечном итоге будете говорить всяким ридом и прочим. Мы сейчас это увидим. Но если асинхронная функция внутри себя Await не делает, а, например, просто считает факториал миллиона, то весь питон будет заморожен и будет ждать этой асинхронной функции. Потому что питон на самом деле работает в один поток. То есть питон делает вид, что исполняет много асинхронных функций, на самом деле он всегда исполняет одну. И если она не отпускает управление, то она будет работать до конца. То есть в этом главное отличие от тредов. Здесь вы сами ответственны за то, чтобы отпускать ресурсы. Потому что в операционной системе этот механизм бы не работал, поскольку операционная система, она... Для нее пользовательские приложения, они вражеские, да? То есть они непонятно кем написаны, им нельзя доверять, и как бы ни в коем случае нельзя позволить одному приложению все захватить. В случае же с асинхронными функциями вы сами себе хозяин, вы сами запускаете свои же асинхронные функции, и они должны вот работать в соответствии с этим. Значит, смотрите, ключевое слово await, его можно использовать только внутри асинхронных функций для вызова других асинхронных. Из синхронных функций асинхронные вызывать нельзя. То есть работая только в одну сторону. Значит, что будет, если я вот эту вот асинхронную функцию просто вызову без await? Я получу на самом деле какой-то объект, который называется здесь карутина. Что это такое, мы сильно позже поговорим. Пока будем считать, что здесь написано асинхронная функция object. Там то-то-то. Вот. То есть она не будет вызвана. Вообще говоря. Если ей не сказать await, она просто вернет какой-то промежуточный технический объект, который нам неинтересен. Вот. Ну и вопрос, который логично должен здесь возникнуть. То есть если асинхронные функции могут вызывать обычные, а обычные асинхронные не могут, как же вызвать самую первую асинхронную функцию вообще? Потому что когда мы просто в питоне находимся, у нас как бы синхронный код изначально. Да, обычный. Для этого есть специальный объект, который называется loop. Это фактически движок, внутри которого работают эти асинхронные функции. Вот все предыдущие предложения, когда я говорил, что питон может запускать асинхронные функции, это не совсем правда. Не питон, а вот этот loop. То есть в нашем распоряжении есть, наконец-то там, начиная с какой-то версии, волшебная библиотека Async.io. Она появилась раньше, чем вот этот специальный синтаксис. Она умела раньше работать чуть-чуть по-другому. Вот. Внутри этой Async.io это стандартная... Ну, это библиотека стандартной... О, господи. Это модули из стандартной библиотеки нынче в питоне. Соответственно, у этого Async.io вы можете попросить этот loop, и внутри этого loop'а можете запустить сколько угодно вот этих асинхронных функций. Правило такое. Loop на весь питонячий тред, он один. То есть нельзя создавать много лупов. Это то ли вообще не работает, то ли приведет к странным спецэффектам. Вы можете создать много тредиков, и в каждом создать по лупу, но мы сейчас об этом говорить не будем. Это как бы очень... И так все очень непросто для понимания. В общем, мы можем создать вот этот loop. Давайте посмотрим, что нам создалось. Ну, это какой-то вот так называемый event loop. Почему он так называется потом? Это вот все, что вы видите вот здесь, вот эти все слова. Это все детали реализации, о которых мы пока не хотим ничего знать. Мы хотим пока взглянуть на вот этот вот Async.io и на его интерфейс вот как бы с точки зрения того, что он нам предлагает. Ну вот. У этого loop'а, у него есть несколько разных методов, но самый простой из них — это run until complete. Это просто возьми вот эту асинхронную функцию и запусти ее, и жди, пока она закончится. И тогда мы получим вместо вот этого вот непонятного чего-то там настоящий результат. Вот. Собственно, это настоящий результат. Вот выполнился вот этот print. И там запустился процесс. Да, теперь давайте поговорим о том, что здесь наконец внутри этой асинхронной функции происходит. Поскольку все опера... Смотрите, все обычные операции, к которым мы привыкли — запись, чтение, запуск других процессов, sleep, там, не знаю, всякие там сокеты. Ну, это тоже чтение и запись, неважно. Для всех этих операций внутри Async.io есть свои версии, асинхронные, которые, собственно, позволяют вызывать их с помощью await и позволяет им работать одновременно. Если вы внутри вот этого обычного... Вот этой асинхронной функции напишите обычный time sleep, то вы заморозите не эту асинхронную функцию, а весь питон. Потому что, как я уже говорил, питон может только одну функцию асинхронную одновременно на самом деле запускать. Поэтому он ее запускает, она на 2 секунды морозится, не отдает управление, и все замирает, весь питон. Это, очевидно, не то, что вы хотите. То есть вы хотите, чтобы они параллельно спали. Для этого в Async.io есть свой sleep. Он так и называется, типа Async.io sleep. И его надо вызывать с помощью await. А когда мы говорим await, мы как бы отпускаем управление и говорим, loop, уважаемый, можешь в это время запускать другие асинхронные функции, я не возражаю. Мне все равно 2 секунды спать. Мне ничего 2 секунды не надо, никаких ресурсов. Ну вот. И, соответственно, если раньше мы создавали процессы с помощью какого-то там, там, пи опена из модуля сапроцесс, то теперь это не прокатит, потому что это все заблокирует. У Async.io есть свой создаватель этих сапроцессов. Это метод create-сапроцесс-экзек. Вот. Ну, здесь интерфейс примерно такой же, здесь только массив не надо передавать. Говорим Perl, там, минус E. Минус E это то же самое, что минус C в питоне. Варн тоса и то, варн то. И опять то же самое. Async.io сапроцесс-пайп, а Async.io сапроцесс-пайп. То есть все интерфейсы внутри Async.io повторены. Если вы пользуетесь Async.io, то все ваши привычные операции ввода, вывода и вообще взаимодействия с внешним миром, они все не работают. Вам нужны Async.io аналоги, да? Ну вот, собственно, внутри этой функции Execute создается процесс и выводится его ID. Ну, что мы вот, в общем-то, здесь и видели. Вот. Но, ну, в общем, давайте вы меня спросите, все ли понятно вот с этим примером. Вот я создал синхронную функцию, создал loop и запустил ее в этом loop. О, одичник поменялся. Все ли здесь понятно? Понятно ли вообще в чем идея и как это работает? И плюс-минус зачем это надо? Окей, тогда давайте наполним эту функцию Execute долгожданными нашими деталями. Значит, смотрите, здесь, как и в предыдущих версиях, нам доступен Estadout и StdR. Это не то же самое, что Estadout и StdR, которые были там, потому что этот процесс, вот этот P, P, создан не с помощью subprocess Popen, да, а с помощью вот этого креида subprocess exec. Поэтому с этими штуками обращаться надо совершенно по-другому. В частности, если я отсюда скажу readline, то это операция, которую нужно делать await, опять же. То есть это не тот readline. Все интерфейсы очень похожи, но оно все другое. Вот. И дальше, ну, возникает вопрос, что же с этим делать? И перед нами стоит точно та же задача. Если я сейчас скажу, вот напишу, возьму вот этот вот цикл, где он там, вот этот вот. Ага. Вот. И, ну, здесь вот только await осталось добавить. Скажу, давай await, await. То я напарюсь на точно ту же проблему, что у нас уже была, да. Потому что await заблокируется точно так же, и никакого профита я не получу. То есть вот это не решение, это как бы плохой вариант. То есть вся наша асинхронность здесь никак не поможет, потому что я добровольно сказал, а заблокируй-ка меня. Вот. Поэтому на этот счет, ну, нам нужна опять параллельность. Я хочу делать что-то параллельное. И для этого я могу попросить loop, который у меня есть, запустить еще задачи. То есть я могу сказать, смотри, loop, в тебе сейчас крутится функция execute, я хочу, чтобы тебе еще крутились другие функции. Я хочу, чтобы тебе крутилась функция log с такими-то параметрами и log с такими-то параметрами. Для этого я использую метод createTask. То есть вот этот лук, этот движок, который всеми этими асинхронными функциями управляет, в него по мере работы можно их докидывать. И он будет крутиться, пока они все не закончатся. Ну, вернее, в зависимости от того, в каком режиме его запустили. Он может закончиться, ну, остановиться раньше, чем все асинхронные функции доработают. Это вполне возможно. Вот. А потом я скажу, мне, пожалуйста, pwait, и вот ему-то я уже сделаю await. Значит, что такое log? Log — это очередная асинхронная функция, которая делает примерно то же самое, что мы уже видели, только вот опять же await, да? То есть она говорит... Если я вот здесь вот... Давайте я это все запущу. Сейчас покажу, как это работает. Значит, execute, log, run until complete. Вот, видите, вывелся error, вывелась двойка, вывелся out. Вот он error, вот она двойка, вот он out, да? Смотрите, что будет, если я здесь не скажу await? Давайте просто вот ради интереса я скажу... readLine, выведу этот xxx, и ему уже потом скажу await. Просто заглянем, что же там между делом. Вы догадываетесь, что там будет вообще? Ну, там будет очередной какой-то служебный объект, которому мы забыли await сказать. Вот. Он называется generator object, stream reader, readLine, там, ла-ла-ла-ла. Ну, то есть как бы нас не очень волнует, почему он так называется. Но смысл в том, что если вы вот забудете, если вы напишите вот так вот наивно, как вы будете писать первое время, когда будете программировать подсинка.io, вот, вы просто получите какую-то ерунду. Сейчас. А, ну да, короче, он... Мы упали с ошибкой, что у generator object нету decoder. Вот видите, мы вот здесь пытаемся line decoder сделать. Ничего не получилось, потому что в line generator записался. Но на самом деле это все внутри другого exception, в котором написано, что task exception was never retrieved, потому что этот exception, он упал... Ну, короче, вот этот createTask, он создал task, и, ну, работал... Короче, вот эта вот асинхронная функция, мы же ее запустили где-то там параллельно, и exception ей кинуть некуда. Поэтому она и сжалуется влог, что, вообще говоря, мы должны были вот здесь вот их все создать, ну, запомнить переменной, и потом в какой-то момент им сделать await еще раз, чтобы выиграть оттуда исключение, которое там могли накопиться. То есть, фактически, мы создали вот такой, типа, псевдо-трэд, вот эту синхронную функцию, где-то там запустили, она там работала-работала, она упала, а exception ей кидать уже некуда, потому что у нас управление уже по коду дальше ушло, естественно, понимаете, да? Но это вообще с трэдами такая стандартная... Ну, с асинхронностью стандартная проблема, что exception кидать некуда. Заказывали исполнение здесь, а само исполнение уже далеко ушло. Вот поэтому мы об этом, наверное, подробнее на мастер-классе поговорим, мы будем там программировать, я покажу там, как exception, ловить и все такое, потому что на самом деле это, ну, одна из самых таких... Одно из самых тонких мест. Так, сейчас... А, да, я await this и был вернуть. В частности, я вот могу еще показать, что если вот, например, я здесь напишу сейчас просто вызов log без create-таска. Сейчас, секунду. А, ну да. Да, то у меня будет warning вот такой вот влоге, что крутина log was never awaited. То есть она создалась. Вот здесь вот, вот эта вот крутина, вот эта волшебная, про которую мы не очень понимаем, что это такое. Потом... Но await ей никто не сказал. Потом исполнился там весь код, все завершилось, пришел garbage collector, все собрал, и крутина у себя в деструкторе поняла, что ее создали, а await ей так и не сделали. Что, вообще говоря, очень подозрительно. Такое делать практически никому никогда не надо. То есть, ну, это абсурд. Вы как бы создали объект, у которого единственный интерфейс это вот, собственно, исполнись, а вы не сказали ей исполняться. Это довольно-таки подозрительно, поэтому оно пишет варгинги вот такие. Это полезно. Часто пригождается. Вот. Смотрите, эти штуки, которые, как мы уже знаем, вроде как называются корутины, их еще... У них много разных названий в разных языках. Их еще иногда называют зелеными тредами. Зелеными, потому что они как бы не настоящие треды, которые операционной системы, а вот эта вот эмуляция с помощью собственных средств, в данном случае осинкаё. Да, вот этого... Вот этой библиотеки питаньачь. Все эти слова вы можете так или иначе услышать. Если вы когда-нибудь программировали или будете программировать на ГО, то в ГО это называется гарутины. Ну, понятно почему. Ну и так далее. Что такое гарутины более формально, мы еще сейчас дальше посмотрим. ну, может быть, через часик. Но пока вот так. Вопросы, какие-нибудь есть по поводу того, по поводу всего этого прекрасного волшебства? Давайте я покажу пару наивных моментов. Значит, смотрите, если я просто объявлю функцию обычную и скажу у нее в теле await на что угодно, например, на нее саму, то мне просто питон скажет, что это невалидный синдексис. То есть, вообще нельзя await делать внутри обычной синхронной функции. То есть, как только она становится асинхронной, все становится на свои места. Вот, соответственно, еще момент, который я, про который не буду подробно рассказывать, но смотрите, если я объявил функцию просто с помощью def, то это функция. Если я объявил ее с помощью def, и в теле есть yield, то, 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 что, почему, почему эта функция? А, да, то, когда я ее, ну, то есть, то эта функция, создающая генератор, да, вы понимаете. Вот, если же я объявил async def функцию, то это все еще функция, но когда я ее вызову, но я, к сожалению, так просто, да, в общем-то, я получу асинхронный генератор. То есть, короче, yield и async, они еще между собой сочетаются. Но сочетаться они начали, по-моему, начиная с 36. Вот, как-то там, ну, вот в том виде, в каком вы это ожидаете. Что такое синхронный генератор, пока не очень важно, но мы еще, в общем, к этому чуть попозже вернемся. Да, впрочем, уже сейчас. Смотрите, одна из самых прикольных, мощных и широко используемых библиотек поверх async.io, это библиотека айоха-ттп. это, ну, то есть, если вы, вот, имели дело с джангой какой-нибудь, да, то вы должны понимать, что это синхронный фреймворк. То есть, там один тред обслуживает одного пользователя. Если в процессе обработки запроса пользовательского, вы, например, идете в базу, и база тормозит и отвечает в секунду, то весь тред занят тем, что эту секунду ждет. Процессор не нагружен, естественно, в этот момент может другой тред работать прекрасно, и все такое, но, как мы уже знаем, количество тредов в принципе теоретически ограничено. То есть, если вы хотите обслуживать миллионы пользователей, отвечая им очень короткими простыми запросами, то джангом вам не подойдет, потому что как бы вам нужно даже нет не короткими и простыми, а может быть долгими, но простыми. Ну, например, проксирование какой-нибудь, да, то есть, к вам приходит запрос, вы идете на другой сервер, но чужой, и долго-долго-долго ждете ответа, потом получаете ответ и отдаете. Все эти вот там ваш тред занят. Если у вас миллионы пользователей в секунду, то можно представить, сколько нужно тредов, чтобы они все потянули. Это довольно-таки странно. Если же у нас осинкаем, то такие проблемы нет. У нас, нам не нужен тред. Мы можем уже в одном треде ждать сразу многих вещей. Опять же, как можно ждать сразу многих вещей с точки зрения операционной системы, мы еще сегодня увидим. Вот. Ну и, соответственно, вот от Айохи ТТП это библиотека, которая предоставляет их ТТП клиент, их ТТП сервер одновременно, который написан поверх осинка и целиком асинхронный поверх вот на этих асинхронных функций. Целиком и полностью на вот этих асинхронных функций сделан. Значит, он абсолютно, даже близко не такой мощный, как Джанго, он скорее похож на Flask. То есть, это такой очень аскетичный, ну, как сервер. Очень аскетичный сервер. Ну, можно, типа, сказать, какие урлы вы поддерживаете, какие у них хендлеры и все. Никакого там трехэтажного шаблонизатора, системы конфигуратора, вот этого всего, всех тех радостей, которые у нас есть в Джанге, ничего здесь этого нет. То есть, это такой асинхронный Flask. но если вам нужно, чтобы ваш сервер был асинхронный, то, ну, вот это ваш выбор. Значит, давайте, например, посмотрим. Здесь много чего одновременно классного происходит. Значит, во-первых, вы здесь увидите абсолютно новый и неожиданный для нас синтаксис. async with. То есть, ключевые слова async и await, они вот используются не только, ну, async, собственно, используются не только с дефом, но еще можно использовать субвизом. У кого есть идеи, что это значит и для чего это нужно? Давайте, наводящий вопрос. Как вообще уиз работает? Что происходит, когда я говорю уиз что-то? Да, 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 да. Там есть функция, как бы, они называются enter и exit, да. Так вот, они синхронные. А что, если я хочу асинхронный enter и асинхронный exit? Как бы, как мне с этим быть? Ну, то есть, они же просто вызовутся без await. Ну, вот, async with, он занимается тем, что он эти функции, ну, не эти, вернее, а функции а enter и а exit вызывает, причем с await. То есть, это способ сделать контекст менеджер, у которого вход и выход тоже асинхронные. То есть, во время входа и выхода тоже может сделаться await и тоже отпустить loop. Ну, и, собственно, здесь это прекрасно понятно. То есть, например, вот этот вот async with, который делает get url, он, понятное дело, асинхронный, потому что get это операция похода по интернету, ну, и по сети, да, куда-то там, она, естественно, может заблокироваться. И если бы здесь был обычный with, то это значит, он блокировал бы весь loop, опять же. Вот. И аналогично с async with, есть еще async for. Та же самая история. По мере того, как вы двигаетесь по итератору, вы можете хотеть совершать операции, которые что-то делают. Там, ну, опять же, в сеть ходят, читают, пишут, что угодно. Но, как бы, опять же, подробности, наверное, только на мастер-классе будут, потому что, ну, тема очень обширная, это в язык внедряли не один год, и там очень-очень-очень много всяких деталей. Значит, смотрите, что здесь происходит. Снизу начнем. Мы создаем loop, как обычно, вернее, получаем, потому что в главном трейде loop для нас уже по дефолту создан. А дальше вызываем три асинхронные функции, которые называются download wiki. Мы хотим скачать с Википедии статью про голуа, статью про тьюринга и какую-то левую статью, которой там нет. Значит, мы все эти три асинхронные функции вызываем без await'а. Это означает, что мы только вот эти объектики получаем к рутин. А теперь мы их должны в loop запихнуть. А, собственно, даже здесь... Ну да. Чтобы они работали одновременно, мы их скармливаем специальную функцию, которая называется AsyncOyGather. Она нам вернет как бы один объект, который за все эти три асинхронные функции будет отвечать, и его-то мы уже искормим в loop. Значит, смотрите. Создали, посмотрели в эти таски. Это вот какой-то там gathering future. Вообще неважно, что это. Вот. Ну и все, запускаем. Оп. И получаем ответ. Получили мы... А, получили мы какую-то грунду, потому что у меня интернета нет. Сейчас мы это поправим. Пока, пока, пока. Да, пока давайте посмотрим на функцию Download Wiki. Что она делает? Она создает сессию, и этой сессии говорит... Ну и пользуется, собственно, функцией fetch, которая вот у нас тут тоже объявлена, кормит туда эту сессию, вскармливает туда ссылку, которую мы хотим получить, и возвращает первые 15 символов из этого... Как называется? Из ответа. Чтобы по ним понять, что происходит. Что делает fetch? Fetch просто берет, делает обычный get, то есть обычный HTTP запрос, и говорит, если, типа, статус 200 был, то давай получим текст. Это опять await, потому что вычетка текста из сокета — это еще одна блокировка. Понимаете, да, как устроен запрос? Сервер начинает писать, мы сначала читаем заголовки, и если в заголовке не 200, можно дальше ничего не читать. Если там 200, мы продолжаем читать. Это чтение, оно снова асинхронно, оно снова может быть блокирующим, поэтому мы снова делаем await. Мы говорим, как бы, хочу прочесть, но если не получается, то можешь меня блокировать. Это мы прогнорируем. Комментарии — это потом. Да, давайте попробуем еще раз запустить. Ага, вот, нормально. Смотрите, значит, как и обещалось, от Глуа вернулся как кусочек HTML, от Тьюринга вернулся кусочек HTML, а от вот этого ZZ вернулась R404. Ну, такой страницы просто на Википедии нет. Вот. Это нормально. Вот. Собственно, это демонстрация того, как работает в этом Ayoha TTP клиент. То есть это вот чисто клиентские штуки. Сделай запрос, создай сессию, там, и всякое такое прочее. Но в Ayoha TTP есть еще и сервер. То есть это, ну, как бы, абсолютно малосвязанная на самом деле часть, которая тоже хорошо работает. Сейчас я его тоже покажу. Мы будем просто смотреть в этом, в окошке. в смысле, в консольке. Вот. Смотрите, значит, как работает сервер, какой у него интерфейс. Вы создаете application, добавляете в него пути, которые вы собираетесь обслуживать, к ним добавляете хендлеры, это, собственно, асинхронные функции, и потом говорите как бы запусти приложение. Вот. Соответственно, давайте запустим это. Ну, вот, собственно, значит, какие там были урлы написаны. Там говорилось, что мы 80-80, да? что мы поддерживаем просто корень, тогда нам говорят hello, anonymous, или если мы сюда напишем имя любое, то нам напишут его. Вот. Ну, вы видели, да, как это в коде организовано? Там сказано, что мы поддерживаем просто слэш, тогда мы вызываем хендл, или мы поддерживаем слэш с, как бы, с placeholder, ну, не placeholder, ну, типа с аргументом. Тогда тоже вызываем хендл. Этот хендл спрашивает у реквеста, который ему передают в матч.info, есть ли там name, если name нет, он просто использует anonymous вместо этого, да? Формирует текст и возвращает его. Здесь, обратите внимание, даже асинхронных действий никаких нет. Видите, да? Вот. Соответственно, хочется, наверное, сюда какие-нибудь такие действия прикрутить. Я, знаете, что предлагаю? Давайте попробуем вот как поступить. Мы сейчас вместо того, чтобы... Нет, так, сейчас. А, да. Значит, вот не будем подставлять anonymous. Будем всегда писать name, если этот name есть. Значит, если name это не нам, то просто вот так и поступим. а если name это все-таки нам, мы сделаем сами к себе запрос и то, что нам вернулось, вернем. Вот такая идея. Сейчас мы это потихонечку все в порядке приведем. Значит, для начала нам надо сделать самим к себе запрос. Для этого нам понадобится, во-первых, вот такая штука. Сессию вообще нам создавать один раз и навсегда. мы этим сейчас займемся, пока вот так наивненько. Значит, в рамках этой сессии надо получить response. И дальше у этого response есть текст. Это тоже await. Да, ну, по всей видимости, вот эту строчку мы точно можем делать универсальной. давайте попробуем. А, да, урла у нас нет. Значит, если мы мы будем считать, что мы знаем порт, это как бы не совсем чисто. Понимаете, да, в чем идея? Значит, если имени нет, то пойдем с именем анониму сами к себе и посмотрим, что ответит и вернем это. Как бы такое немножко, ну, понимаете, никакого смысла не имеет, я просто демонстрирую возможности всей этой штуки. You have not defined. Ну да, это нормально. webisnodefined. webisnodefined. А, да, пардон, он здесь много где фигурирует. Давайте тогда просто вернем этот импорт. Проще всего. инвалид url, нам придется вписать туда http. Так, так, не понимает. О, работают. Значит, смотрите, дальше, что нам нужно сделать? Во-первых, очень не хочется, ну, ладно, не будем этим сейчас заниматься, это как бы не очень принципиально. Вообще, сессию надо создать один раз и где-нибудь закэшировать, но просто там, чтобы сделать один раз, это нужно опять какую-то синхронную функцию запустить. Сейчас не хочу в это вдаваться, это все будет на мастер-классе там со всякими подводными камнями и осенькаю, и айоха.ттп. Сейчас хочется, ну, концептуально дать представление. Значит, смотрите, что здесь интересно. Во всех вот этих местах, когда мы создаем сессию, когда мы идем за запросом, когда мы читаем результат этого запроса, во всех этих местах это вот асинхронная функция может прерваться и в этот момент может работать другая. То есть, если мы их запустим много, они могут работать параллельно. Значит, как это продемонстрировалось? Давайте я возьму и вот здесь вот напишу, как я и обещал, timeSleep, 2 секунды, например. Как я уже говорил, если вы сделаете обычный sleep, то вы заморозите не асинхронную функцию, а весь питон, да, то есть, весь loop и, ну, то есть, весь thread, скажем так, правильно создать, так. Почему? Потому что, ну, как бы, асинхронная функция должна самостоятельно отпускать ресурсы, а здесь она ничего не отпускает. Соответственно, если я туда впишу обычный sleep и возьму просто, и запущу очень много курлов, они уже, да, пардон, а, вот, вот, вот они посыпались, сейчас мы как-нибудь получше это сделаем, а, вот, 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 вот они там, сейчас надо как-нибудь почище вам это показать, чтобы было поочевиднее, давайте все-таки сейчас секундный, поставим секундный sleep, так, давайте просто я их, три штучки запущу, ой, запустим сейчас три штуки, раз, два, три, вот он раз, вот он два, вот он три, интересно сказать, почему второй и третий как будто бы одновременно, давайте, знаете что, давайте вот сюда его строки припишем, да, забавно, что второй и третий как будто бы синхронно, ответили, это не совсем очевидно, а, я знаю почему, он же там еще начинает ходить сам к себе и тоже слипать в этот момент, вот, в чем проблема, давайте, чтобы он сам к себе не ходил, сексом запускать его, все, поняли, да, что происходило, запускал 5 штук, а на самом деле их ни разу не 5 запускалось, он приходил 5 без, ну, он спал 2 секунды, потом проходил сам к себе, в общем там, ну, не чистый пример, вот, раз, два, три, вот, то есть все запросы отрабатывают строго по очереди, потому что, когда первый из этих запросов приходит, он вот этим слипом укладывает весь трет, если я здесь скажу 2 секунды, чтобы просто было чуть более явно, сейчас, то ничего хорошего меня не ждет, раз, два, три, вот, все очень-очень долго, мы не ради этого писали весь этот синхронный ход, мы хотим, чтобы все работало параллельно, что пока один ждал, другие запросы обрабатывались, что вот этот луп, это как бы его задача, он для этого и нужен, что он вот сидит и миллион клиентов обслуживает, от одного взял задачку, сказал, типа, операционной системе, давай, read, взял от другого, write, все, все хорошо, ну вот, соответственно, нам нужен, во-первых, нам нужен await, а во-вторых, как я уже говорил, конечно, никакой time sleep, никакой await не поддерживает, нам нужен осень к ее, sleep, свой их собственный, абсолютно никак не связанный с тем, ну вот, вот сейчас они все одновременно, ну я просто запустил их не сразу, вот сейчас они, ну видно, что они все спали, все одновременно, видели, да, они поспали все секунды, и потом все выдали результат, sleep это просто наиболее выдающийся пример, но надо понимать, что во всех вот других местах, где я делаю await, там, ну тот же самый принцип сохраняется, что они будут ходить параллельно, а не последовательно, смотрите, дальше, о чем я сейчас не буду рассказывать, но о чем, вскользь вспоминую, думаю, покажу на мастер-классе, это, если вы работали с процессами или тредами в питоне, вы знаете, что там есть примитивы синхронизации, бесконечные мьютексы, очереди, семафоры, вот это все, причем у процессов свои, мьютексы и семафоры, у тредов свои, потому что треды шарят память, процесса нет, да, у асинкаё тоже есть все эти примитивы синхронизации, и они, конечно же, тоже свои, это не тредовые и не процессные, у них есть свои локи, свои вот эти вот ивенты, очереди, ну все, что в общем, к чему мы привыкли, и, ну мы на это посмотрим, но чуть попозже, смотрите, прежде чем мы дальше пойдем и будем там про всякие, ну про всякую начинку всего этого разговаривать, давайте еще раз подумаем, нет ли каких-то вопросов, концептуальных, или конкретно там по интерфейсу, каких-нибудь деталей, со временем выполнительных, то есть у нас получается, они выполняются так, как мы передаем, или как это у нас другое связано, там скорее всего есть, в отличие от вот механизма, операционной системы, там скорее всего более детерминированный порядок того, как они исполняются, но в целом нет, тебе на это завязываться нельзя, то есть это тот же самый принцип, ты понасоздавал вот этих вот асинхронных функций, вот этих зеленых трудов, да, и они там как-то все исполнятся, абсолютно, абсолютно не важно. А вот еще, например, у меня две секунды, я сказал, подождать две секунды, а потом, последствия, мне нужно, чтобы он начал выполняться сразу, а если он еще ее садится? Нет, это невозможно, то есть в тот момент, когда ты говоришь эвейт, как бы, ну то есть на самом деле, в случае слепа, наверное, ты будешь исполняться, как только ты сможешь, но абсолютно очевидно, что если другая, крутина просто, ну, захватит управление, то ты никакие 2 секунды, через 2 секунды управление не получится. до свидания, то есть это означает, что когда loop получит управление, если 2 секунды прошло, он тебя разбудит, если ты первый в очереди, опять же, может вас много таких, которые в этот момент слипали. Да, это означает, что как бы по крайней мере две секунды но на самом деле это и в операционной системе так означает когда ты делаешь обычный слип в операционке ты тоже как бы может быть и не проснешься раньше смысле в это время да 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 то есть ну собственно ты точно не проснешься точно в это время потому что но ядро могло бы чем-то заняты как те не выделили ресурсов ничего страшного просто там все идет на счет обычно идет на миллисекунды смотрите спереди поговорим о том как же собственно этому несчастному event loop у удается читать несколько файловых дескриптеров одновременно если мы сами не могли помните да еще все начиналось что надо было читать из туда вот и старые ст.д.р. параллельно мы не знали как но треда понятно как да у них там за этим операционной системы следит операционность ну то есть файл хендлеры и чтение это понятие операционной системы и треда это понятие операционной системы вот она там сама пусть и разбирается тут все понятно а как же луп который работает в одном процессе в одном труде за нас эту задачу решил если он ее за нас решил может мы ее могли и сами решить но это вообще логичное предположение то есть вряд ли он там какую-то делает мега магию которая нам недоступна наверное доступна и нам вот и так и есть значит естественно как обычно не обходится без поддержки операционной системы помните я сказал фразу да что рид в линуксе он принимает один файловый дескриптор читает только из него вот ну рид действительно принимает их один файловый дескриптор читать из него но есть просто другие системные вызовы которые умеют принимать много файловых дескрипторов и читать из них из всех сразу то есть это выглядит так и специальные системные вызовы их набор зависит от того какой операционной системы вы пользуетесь но общий смысл в том что вы говорите уважаемый операционная система вот массив из файловых дескрипторов 100 штук пожалуйста разбуди меня когда где-то там можно будет прочесть не в одном из них а вот в любом и все это так и работает а дальше есть тонкости значит примитивные системные вызовы требуют от вас каждый раз передавать список более совершенные позволяют прямо в ядре хранить их список то есть вы говорите операционки типа я хочу создать пул вот этих файловых дескрипторов она говорит хорошо создали потом вы говорите хочу добавить этот 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 сотню добавили окей говорит и просто всем добавили а теперь в общем давай когда кто-нибудь из них там будет готов к чтению буди меня и тогда эту операцию можно будет сто раз повторять не передавая каждый раз то есть прямо в ядре сохранить этот объект вот но это детали короче которые дело отношения не имеет смысл то что в вашем вашей операционной системе есть некоторая api которая позволяет это делать и конечно же поверх этого api накрученным очередной какой-нибудь питания чем модуль модуль селектор селектор вот который я здесь показываю он супер высокоуровневый есть еще есть другой модуль который называется select он более низкоуровневый а он уже основан на примитивах операционной системы значит в чем суть вы создаете вот эти вот а почему это называется селектор понятно да потому что вы говорите много файловых дескрипторов и говорите о персон с ними ну ка выбери мне тот из которого можно читать самый примитивный линуксовый системный вызов так и назывался select вот вы создаете эти селекторы и получаете какой-то селектор вот с помощью того дефолт селектор я говорю модулю просто выберет тот который на моей операционной системе самый адекватный самый эффективный самый новый вот у меня это могось ну то есть for free бсд и поэтому это называется кикью на кикью это механизм чисто фри бсд-шный или бсд-шный не знаю если у вас линукс то там будет скорее всего какой-нибудь и пол селектор если у вас винда там будет что-то свое не помню как называется я мало с дела имеют вот если у вас какая-нибудь древнючая версия линукса там может быть и пол и select и что угодно не знаю вообще любой как кого-нибудь получалось так но этот селектор смог что поддерживает в чем суть ну как в общем я сказал вот мы создали этот селектор дальше делаем свой самый первый вот тут папин который у которого есть стада у теста дыр и говорим ему давай регистрируй регистрируй вот это зарегистрирую вот это каких событий мы ждем мы говорим вторым аргументом ждем рид здесь ждем рид здесь и дальше мы говорим что же мы хотим делать когда рид произойдет вот собственно мы хотим выполнить вот эту функцию а дальше у нас вот есть некий код он такой немножко и не культяписты но в общем смысл следующем что мы говорим этому селектор ну давай выбери мне и вента которые готовы к обработке он означает массив тоже может быть не в одном готовы чтения в двух уже мы говорим если он вернулся без ивентов значит там ничего никогда больше не будет и break до свидания если же ивенты вернулись то давай по ним пройдемся выведем выберем оттуда дату выберем оттуда да дата это по-моему да это вот это вот выберем эту дату объявимы колбеком считаем строчку очередную из файл-обжекта который там тоже есть и значит если строчка считалась то вызовем колбек а если ничего не считалось тогда давай просто отрегистрируем себя и тогда собственно когда все себя отрегистрирует сработает этот код не очень если вам интересно вы можете подаваться в пример что я просто запущу не очень хочется останавливаться вот собственно получили селектор грым ну давай селектор в общем селекция ну вот они там по нового по нововодился ключ вот этот вот видите внутри есть файловый дескриптор в дате лежит функция и собственно количество ивентов там ла-ла-ла давайте чувствуется еще разок без отладки а ну вот селектор кей ой пардон еще исполнить ну вот да собственно то что мы ожидали ошибки out и снова ошибки вот то есть вот это с помощью вот этого вот селектор со можно этим заниматься можно заниматься тем что читать много разных файловый дескриптеров соответственно если вы на самом деле хотите где-то там какой-то один запросик вот такой в смысле один раз вот сделать вот то с чего мы начинали то возможно вам не нужен никакой симка и вот никакие треды а вот просто селектор вперед и там аккуратненько делаете и все это не проблема модуль хороший эффективно работает все с ним в порядке вот это по поводу того как технически устроена ну как вообще удается этому event loop у этого всего добиваться того что мы видели а теперь будет большая большая арка которая опять начнется очень сильно издалека о том как работает вообще вот этот вот к чему это все с чем-то связано и откуда вообще ноги растут вот у этого странного синтаксиса и почему так получилось и как это все внутри питон работает вот это не сильно важно на самом деле пользоваться асинка ее можно не очень это понимая вот мне хочется рассказать во первых предысторию 2 дать какую-то более глубокое понимание в третьих за одном и сейчас я вам покажу еще кое-какой питание синтаксис которым мы раньше дело еще не иметь даже если вы не очень поймете в итоге какое-то все отношение к синкой и имеет но зато про синтаксис узнаем это тоже неплохо вот ну и в общем все отложим в сторону все наши страдания по поводу синкой и селекторов с помощью которых он все это делает все это абсолютно неважно у нас абсолютно другая задача значит я хочу написать функцию которая принимает множество генераторов и выдает все элементы всех этих генераторов такая функция уже есть на самом деле она называется чей из functools вы говорите много генераторов она вам всех их в но все элементы из всех просто в одну большую колбасу выводят да вот но поэтому поскольку такую такая функция есть я буду писать чуть более и упражненную версию я хочу чтобы перед каждым генератором мне выплевывался элемент который передал before а после каждого генератора элемент который передал в автор ну в общем код элементарный да я говорю для каждого генератора из этих генераторов заилди before заилди все что есть генераторе и заилди автор это должно работать давайте создадим несколько генераторов вот один будет выводить квадраты другой кубы а третьей четвертой степени вот я их туда передам сейчас расскажу ну и давай before треугольная скобка автор треугольная скобка работает только то что вы ожидали значит треугольных скобках элемента первого генератора в треугольных скобках элемента 2 в треугольных скобках элемента 3 логично похоже да прекрасно так вот смысл в чем для вот того чтобы просто выплюнуть все элементы из какого-то генератора тому кто и тарируется по мне есть специальный отдельный синтаксис который выглядит вот так вот youth from он делает ну вот то что вот здесь вот выделенном в этом блоке то есть в чем суть вообще почему это понадобилось потому что чисто технически это позволяет внутри питона делать оптимизации когда вы говорите yield from с этого момента внешний пользователь итерируется не по вашему генератору а вы потому а он сразу потому пока он не исчерпается а потом вернется в вас здесь такая оптимизация вместо того чтобы говорить вручную вынимать элементы из своего генератора и передавать их дальше по цепочке вы можете с помощью youth from и как бы напрямую соединить сказать давай выгребай но это не сильно бы ну то есть это не достойно было бы отдельного синтаксиса мы сейчас дальше поговорим о том что еще дает и утром но смысл то что если вы хотите просто тупо выплюнуть из другого генератора все тому кто пользуется вами как генератором вам проще скотин from давайте проверим что это работает да ведь результат точно такой же вообще абсолютно никакой разницы но однако есть вот такой специальный хитрый синтез обратите внимание вообще эта форма youth from это просто экономия на ключевых словах то есть это не youth и это не from ну from и до этого использовался только в импортах да насколько я помню а гилд это как бы это не тот и это такой просто способ не заведе не заводя новых ключевых слов сделать новую конструкцию синтаксическую yield from тоже сравнительно новая штука появился там не помню какой версии вам даже в третьем питоне не сразу но во втором точно его нет вот а теперь мы переходим к вот этому понятию крутины которую все не случайно уже видели к сожалению питонячий этот отладчик меня немножко спалил но в общем я не хотел бы чтобы это слово знали значит смотрите что вообще такое крутина крутина это по-русски по называется со программа но ни разу не слышал что кто-нибудь так это называл значит смысл следующем я хочу взять некую функцию запустить ее и в процессе как бы ну впрочем ладно давайте пример не хочу спойлерить неважно смотрите есть класс средние он создается там с каким-то интеллизационными значениями и я постепенно добавляю в него элементы и по мере того как я туда их добавляю мне возвращается средняя значит смотрите я создал тот ним более единичку а мне возвращается не сама средняя а больше ли то что я добавил текущего среднего все еще более единичку да окей добавляю десятку до двойку нет тройку нет четверку нет а четверка да пардон ну там можно посчитать в момент когда мы добавляем четверку там 16 поделить на 4004 вот а тут поскольку большее равно то true вот и смысл в том что вот такой класс его можно было бы записать чуть более возможно семантически приятно я просто скажу что есть функция которая в бесконечном цикле просто принимает у нас есть уже функции которые умеют плевать результаты про функции которые умеют принимать результаты вот как вот этот мы еще ничего не знаем но на самом деле питание генератор умеет и так все пишу функцию которая просто вот цикле говорит я буду выплевывать результат получать какой-то новый x прибавлять его к с прибавлять к единичку получать новый результат и заходить на новую террасу вот этот вот вот эта форма мы ее видим первый раз когда мы говорим не yield result а что-то равно и в 3 зал и эта функция это это и собственно и есть крутина то есть это генератор который выполняет роль логически крутины эта функция которую вы запускаете и при этом она ее выполнение может быть приостановлены и вы с ней обменивайтесь данными в обе стороны то есть если генератор приостанавливался и выплевывал вам значение то теперь вы продолжая работу генератора можете ему еще сказать дополнительно новые данные то есть раньше мы говорили ему просто next помните да вот значит как это работает я создаю этот мин пардон и исполнил код и получаю обычный казалось бы генератор я говорю ему как обычно просто next вы понимаете да когда генератор создаю его исполнение в самом начале заморожено он еще ничего не делал вот здесь то есть я говорю ему next и в этот момент исполняется код до 1 елда то есть вот до сюда врезал тинан поэтому не вернулся на ну ничего не вывелось так работает просто в этот юпитер и в этот момент на самом деле вот это уже исполнилось а вот это еще нет и в этот момент генератор ждет что ему пришлют значение и чтобы генератора значения прислать можно просто вызвать из него метод цент если я сейчас вызову сенс единичкой то в x эта единичка присвоится и продолжится исполнение с положится единица в н положится единица посчитается резал начнется следующая итерация выполнится вот этот гилд вернет метру и снова заморозить и будет ждать пока я пришлю следующий x понимаете вот то есть и код такой читать не совсем просто потому что нужно понимать что вот эта строчка исполняется справа налево то есть мы сейчас находимся в состоянии когда вот это уже исполнилось а вот это еще ждет ну все и соответственно я добавляю туда десятку получают true двойку получаю false тройку получаю false четверку получаю как мы помним true он бесконечный значит теперь давайте добавим такую ну дополнительные условия что когда нам передали нам надо завершиться соответственно вот мне нам передали единичку true вот двойку true вот нам передали нам все мы завершились что значит завершился мы кидаем стоп это рейш как обычно причем обратите внимание если я буду говорить просто next это то же самое что send send нам то есть next и send нам это одно и то же из забавного самый первый раз надо обязательно сказать ему next потому что когда генератор только создается у него вот здесь вот исполнение находится еще не запустился он как бы типа не инициализированный ему один раз надо next обязательно сказать у меня есть пример он такой достаточно забавный мы мы не будем подробно его разбирать что он ну ему там нужны некие переквизиты чтобы работать это из реально какого-то там нашего проекта это короче говоря генератор вот тут вот кид генератор это он это генератор который занимается следующим значит смотрите когда вы делать это по запрос вам как мы уже говорили первым делом прилетают заголовки а потом идут данные у нас была такая проблема что в заголовке есть такой заголовок content links в нем сказано что размер данных которые сейчас я вам отдам там составляет бред 100 мегабайт после чего начинаем читать данные и после например 50 мегабайт они внезапно прерываются все их как бы нет это но это какой-то это баг на той стороне откуда мы качаем файл мы о нем как какой-то момент узнали но нас нет времени ждать пока не его починят поэтому мы хотим просто сделать банальную докачку мы хотим сделать так чтобы если такое произошло мы просто пошли с новым заголовком который называется вот так вот range сказали давай как короче нам с 50 мегабайта снова все отдавай и он да отдаст мы проверили это такое вну возникает иногда в чем проблема проблема в том что я дусь я могу написать функцию которая этим занимается который просто берет читает данные смотрит на заголовок если их недостаточно догоняет если снова недостаточно еще просит еще 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 потом все эти данные собирает и отдает пользователю почему такой вариант не работает потому что я качаю гигабайтные файлы я не хочу всасывать их в память там логика в том что я читаю из сокета постепенно ответ хдп сервера и сразу эти данные куда-то отправляю типа ну не запишу на диск и в памяти не держу соответственно функция которая знает куда писать на диск она не знает что надо делать до запросы функция которая умеет делать запросы она не знает куда писать на диск у них вот как бы такое взаимоотношение что они у каждого свое дело вот функция в классе стороны где-то он отвечает за за как бы получение данных а какой-то другой пользователь этого ресторане где-то где-то вот здесь он отвечает за запись этих данных куда-то там поэтому здесь сделана карутина которая занимается чем она получает смотрите как это работает я беру получаю с помощью с обычный респонс проверяю что с ним все в порядке и возвращаю этот респонс но в ответ ожидаю что мне пришлют длину и если этой длины недостаточно вот вот если это это длина там типа да вот этот real links внезапно больше или равен тому что мы ожидали с учетом там офсета то все как бы хорошо до свидания break если же внезапно оказалось что реальная длина считанного меньше то я захожу на следующую трацию цикла и беру еще чанг и посылаю и снова его и уже туда а со стороны пользователя это выглядит так он говорит что пока респонс есть я его буду сохранять посылать в генератор размер того что я только что сохранил и ждать пока наступит стоп атерейшн то есть почему еще еще раз почему вот эти ребята не могут сами этот размер мерить потому что они не хотят читать то есть вот этот вот генератор ну тут вот get он не хочет читать данную сделал правильный запрос и просто отдает хендлер он говорит тут вот вы меня просили там получить данные от там такого-то отдела на вот те хендер читай а он ему в ответ вот этим вот сэндом говорит я считал 20 килобайт вот и в проверяет 20 килобайт это достаточно если да все как бы стоп это рейшн если нет дочитываем еще вот тебе еще один хендер читай из него дальше вот это как бы вот это и вот это две функции которые друг с другом вот так вот общаются вот так можно использовать эти вот карутины не в асинхронном режиме вы понимаете там мы сейчас к синхроничнее все ведем как бы сейчас все к этому сведется вот и как бы внимательно читатель уже заметил некую связь с этими обойтами да что это очень похожая история ну вот и короче говоря ну можете чуть внимательнее в этот пример потом втыкать и иногда но довольно таки редко на моей практике ну вот эти карутины они могут службу сослушать вот а теперь собственным соцом возвращаемся к этому youth рому непонятному как с которым мы говорили в чем секрет значит давайте снова возьмем вот наш брейс чейн и возьмем и запихнем в него помимо наших квадратов которые у нас были вот этот наш мин и увидим да что мину как бы он вот нам вывел и на этом закончился потому что здесь то обычный фор фор делает обычный next а этому мину ему нужно чтобы него сен деле полезные данные а поскольку у нас здесь обычный фор нам этот брейс чейн не позволяет внутри себя сендить ничего он только в обычном режиме обычного тупого генератора работает понимаете да проблему что вот эта штука она как бы двунаправленная а вот это она вот только однонаправленная так вот если мы сюда поставим yield from то мы абсолютно бесплатно без каких-либо проблем получим двунаправленную связь вот с этим вот внутренним генератором это то что я говорил выше что и у фром сложнее чем кажется что youth from помимо того что дось он позволяет установить канал между внешним нашим пользователем и внутренним генератором да еще и двунаправленной то есть мы абсолютно ничего не да не должны писать никакого кода просто говорим youth from и это позволит тому кто пользуется брейс чейном сендить значение внутрь вот этого мина или там g2 и куда хотят но смотрите значит создали брейс чейн теперь очень аккуратненько вы досмотрите сначала мы говорим next этим мы дергаем мы дергаем этот field от первого генератора получается скобочка ну и битва дратилда получается фигурная скобочка мы снова говорим next мы получаем нолик из квадратов снова говорим next получаем единичку из квадратов снова говорим на их получаем четверочку и вот этот вот next уже дергает вот вот field автор понимаете да а дальше интересно значит этот next снова дерга этот field before мы получаем фигурную скобку этот next уже попадает внутрь гена то есть внутри вот этого м и помните да первый next там он просто его инициализировал и возвращался донан этот next который нужен был чтобы ввести его вообще в рабочее состояние а дальше я говорю send один получает true говорю send 2 получает true и говорю send нам тот заканчивается и я получаю вот гурную скобку все как бы и это но это пример того что с помощью yield from а я смог сделать свой внешний генератор свою вот эту внешнюю к рутину уже фактически прозрачный для сэнда во внутренние генераторы поэтому если вы пишете генератор которые работают с другими генераторами то вам ну это yield from для вас очень много чего делает абсолютно бесплатно позволяет связать просто вашего пользователя и то генератор ну вот ну и соответственно вот если сделать еще что-нибудь то будет стоп это рейши но это очевидно там все там все кончилось вот следующий фокус зачем еще нужен yield from это еще не все вот еще если вы писали на старом питоне вы должны знать что если в функции указать и yield и return то раньше питон жаловался на то что как бы так делать нельзя потому что определить тебя либо функция либо генератор если у тебя yield то функция будет генератор возвращать и return не нужный не нужен его нельзя использовать а return значит ты сам знаешь что возвращаешь и yield использовать нельзя ну вот короче в современных ну это не начиная с какой-то там версии не помню с какой этому return придали смысл теперь вот какой-нибудь мин ему можно в конец после там после всех страданий приделать return который вернет что-нибудь полезное например средняя то есть вот создали мин положили в него единичку положили в него двоечку и сделали нам и в этот момент когда мы послали на нам должен выйти стоп это рейши помните и он действительно вылетает только у него теперь в значении то что вот здесь почти то на при тёрне это может быть полезно то есть это означает что теперь когда генератор завершается он завершается не просто завершается с каким-то полезным значением но пользоваться этим было всем всем не очень приятно если бы ни одно но если бы kill from а тоже нельзя было приписать равно это что приписано слева ответа рома через равно как несложно догадаться собирают вот эти значения которые попадают стоп это рейши in from он же сам следит да вы понимаете он выгребает генератор и сам следит когда там выйти стоп это рейши на вам его не показывает если в этом стоп это решение есть как полезное значение you from его еще и возвращает вот то есть теперь давайте мы делаем брэйс чень таким что он сам будет возвращать нам массив из того чтобы она возвращали ему его генераторы вот видите стоп это рейшн вернул нам массив полтора это то что получилось из вот этого м а она на это то что получилось из нашего вот этого g2 вот это как бы такой вот самый самый вот самая самая глубина вот этих вот всех генераторов а теперь самый главный вопрос к чему я вообще все это помимо того что у нас называется ну помимо то что мы узнали просто новый синтаксис и поняли как все это работает зачем я все это рассказываю так вот если вы внимательно посмотрите то все эти свойства которые мы сейчас описали они абсолютно все присущие вот этому а вейту у него есть возвращаемое значение в тот момент когда вы вызываете овейт он куда-то там на как как вот когда вы вызываете youth from внезапно куда-то управление уходит наверх причем через все yield from и и точно так же она через все а вы и ты уходят понимаете на ютру мы можно чей не дал можно сказать yield from генератор а внутри себя и from другой генератор и вы это точно так же я говорю его и твечу а фич говорит эвэйт response текст и здесь return это что вернул там внутри response текст я тоже возвращаю абсолютно все это поведение это вот она присуща этим you from и это может быть как бы не супер важно но на самом деле а вейт в текущей реализации в питоне 36 это фактически клону yield from а более того до того как этот синтаксис появился то есть до питона 3.4 никакого асин кого это не было и был только yield from и этот код выглядел бы вот так то есть здесь ничего не было здесь был бы им фром по-моему ретернил from только нельзя говорить а это пофиксили отдельно я уже подзабыл скобки нужны здесь бы стоял какой-нибудь асин каюк рутин декоратор вместо вот этого асин к и так далее если вы будете работать с каким-нибудь питоном вот где-то в районе 34 вы можете такой вариант увидеть вот в исходниках до сих пор видно что yield from и а вы пересекаются в самом асинка и по моему еще какие-то шметки остались можем все они почистили не знаю самое главное зачем вообще это сделали помимо семантики добавим того что теперь наконец вот асинхронично прям видно что это совсем другое это развязала разработчикам руки они обещают что будут какие-то оптимизации когда который нельзя нас пить наил фром но можно нацепить на а ведь все ткать вот вот так вот в общем ну на этом плюс-минус все я надеюсь я сумел донести как бы вообще дух вот этого асинхронного программирования зачем все это надо но и на всякий случай я повторюсь значит если мы хотим делать несколько вещей одновременно в который не связано с цепу то есть который вообще не связаны с потреблением каких-либо ресурсов то есть фактически мы хотим ждать во много-много потоков то операционная система нам такой способ предоставляет это процессы и трейлер соответственно но поскольку механизм сама операционная система может но у него достаточно высокий достаточно высокие накладные расходы то во многих языках реализован свой собственный механизм вот и осинкаю это вот механизм питона отличительной особенностью является то что вот эти вот третики асинхронные функции они же карутины они же зеленые треды они же как называйте как хотите как они там еще только нет слова есть green лето какие-нибудь в общем отличительной особенности является то что они сами должны следить каждая за тем чтобы не захватить рис не захватить управление и не потреблять слишком много ресурсов если вы начнете в асинхронные функции что-нибудь читать синхронно что-нибудь считать на процессоре не в трейде ходить на на файловую систему что тоже может лагать или вообще сделал что вообще угодно вот такой вот ресурсоемкая вы можете все приложение начать тормозить то есть в этом смысле вы как бы сами ответственны за последствия своих действий в каждой отдельной асинхронной функции вот так давайте я подключаю вопросы есть кинуть есть и вкратце про домашку скажу да и хороший вопрос смотри значит в принципе в операционках есть механизм работы асинхронной с файловой системы но к сожалению сильнее не такой тривиальный и 8 к я никакой поддержки на этот счет нет если ты хочешь работать с диском как и впрочем вообще совершать любые такие действия то тебе подойдет thread но тут очень важно понимать что если ты на каждое действие в каждой асинхронной функции будешь платить thread тогда непонятно зачем вообще было начинать всю историю с асинхронщины можно было сразу трэдов наплодить и все поэтому обычно как делают как создается какой-нибудь трэд пул не знаю трэдов там на 10 условно а крутим там их вы значит тысячи и они по мере необходимости из этого пулу берут себе thread делают какую-то синхронную операцию возвращаются опять же пока вы ждете исполнение задачи на трэде крутину отпускает можно исполнить другие то есть да короче для всех вот этих вот синхронных операций которые не получается асинхронную thread пул ну или там в общем короче это это вот самое такое прямолинейное решение или не делать еще синхронной операции есть такой вариант собственно в домашке нужно будет взять айоха ттп и написать небольшого демона который занимается тем что раздает файлы с диска вот но для этого боевых это был бы не так интересен там смысл в том что демон должен запускаться вы должны запустить много 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 несколько штук и когда к демон обращаются за файлом он ищет у себя в папке если не находит он обращается ко всем своим соседям и спрашивает есть ли у них такой файл если есть он его качает себе сохраняет и отдает пользователю ну и соответственно как бы это нужно все делать синхронно входить на всех своих соседей одновременно не лочится пока вы ждете ответ от одного чтобы начать следующего пользователя обслуживать и так далее и так далее ну они физически могут работать и на одной машине но они в разные директории должны смотреть да 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 там там описано как бы как они конфигурации все такое в домашнем задании все весьма но и и это в любом случае а их ттп это как бы там практически практически единственный вариант поскольку в задании прямо сказано что должен быть когда тп интерфейс ну все спасибо тогда если у вас вопросов нет